Компания «Элта» представляет Диачеллендж – реалити-проект, в котором участники с диагнозом диабет первого типа бросили себе вызов достичь поставленных перед собой целей, несмотря на серьезное заболевание. Расскажи, что случилось за эту неделю, что произошло? У меня открылись какие-то грани, о которых я даже не думала. Как сказал Алексей, ты был сошел. А сейчас все. А у меня прямо вот я иду, и ощущаю, что я все время улыбаюсь. Почему? Не знаю. Это процесс трансформации длиною в полгода. Первые три месяца под руководством эндокринолога, тренера и психолога. Пойдемте глянем, что там происходит и творится. Таракана. Четыре ножки. Четыре ручки. Второй этап – три месяца самостоятельной работы, без экспертов. Что вы думаете о завтраке Анастасии? Я хочу есть. Ну, лови, если серьезно. Я очень хочу есть. Реальные истории. Реальные победы. Реалити-проект о жизни людей с диабетом. Каждый день – это новый шаг к изменению себя, к управлению своим диабетом. Мы бросили себе вызов! А ты? Сегодня в загородном доме девятая общая еженедельная встреча. Участников проекта «Диа-челлендж» ждет психологический тренинг. Тема – управление отношениями. Вы увидели это название. А у вас наверняка есть какие-то ожидания, пожелания. И для того, чтобы я мог как-то приноровиться к ним, я хотел бы об этом услышать от вас сейчас. У меня ассоциация с этим словосочетанием «Управление отношениями» – это первая почему-то ассоциация – это манипуляция. Ну, сейчас в нашу жизнь активно уже давно вошел интернет. Это общение совершенно другое, нежели контактное. Мне было бы интересно об этой теме поговорить. Конфликты, опять же. Вот, кстати, про конфликты, да, интересно. Как работать с негативом? С негативом? Ну, от человека негативно. Если какой-то близкий тебе человек… Да, как пометь, не подпускать внутрь, да, этот негатив как-то вот его, да, ограничивать. Откуда этот негатив берется? Кто его испытывает, этот негатив? Недовольный человек. Или это мы так востребуем, аж этот негатив? Вы испытываете негатив. Это же ваша реакция. Смотрите, какую цель я предлагаю вам в рамках того, что будет происходить сегодня? Повышение уровня индивидуальной компетентности в сфере самоорганизации, самоуправления. Поскольку отношения – это отношения чьё? Наши. Наши ко всему остальному. Ко всему, да. К чему угодно, да, это ваше. И, собственно говоря, вы хозяин этого отношения. Не всегда, конечно, но, в принципе, должны быть, да. И вот насколько вы хозяин, в принципе, есть или можете быть, а про это вот всё сегодня и будет. Управленческая тема, по большому счёту, это тема самоменеджмента. Управление собой, своими ресурсами, управление своей жизнью. И понимание того, какие существуют инструменты, и какие есть ресурсы, какие возможности. Каждый из участников Диа-челлендж бросил себе вызов. Кто-то похудеть, кто-то набрать вес, улучшить компенсацию, стать дисциплинированным человеком. Самодостаточным, открытым, счастливым. Однако не всем удалось включиться в процесс трансформации с первой попытки. Потому что заноза сидит в голове очень часто у людей, у которых есть проблемы с диабетом, ну и вообще, да. Первое, на чём заострили своё внимание участники проекта, это эмоции. Радость, злость, восторг, страх, восхищение, обида. Как оказалось, всеми этими состояниями тоже можно управлять. Главное, не путать управление с подавлением и контролем. Я с этим стараюсь работать, потому что считаю, что не потому что эмоции – это плохо, а потому что стресс – это плохо. Каждый из участников проекта Диа-челлендж знает по своему опыту, стресс или любые сильные эмоциональные всплески влияют на гормональный фон, а он напрямую на уровень гликемии. А реально ли человеку с сахарным диабетом иметь профессию, именно связанную непосредственно с эмоциями? Например, режиссёр, артист, вокалист, да, вот. Это возможно вообще? Когда он выходит на сцену и волнуется, он уже знает свои особенности и подкалывает, например, на волнение получается. Ну, я тоже всегда волнуюсь, тоже повышается, но я не повышаю инсулин, потому что всегда боюсь. Поэтому снижаю уже постфакт. У меня встреча обычная в обеденное время, и я стараюсь с утра поесть побольше, чтобы держать уровень сахара повыше, чтобы не уйти в гипо во время встречи. Да, потому что когда ты на важной встрече, у тебя гипо, тебе надо общаться, там что-то решать, договариваться и так далее. Главная мысль, чтобы тебя сладко выпить, съесть, это вообще очень плохо. Поэтому да, я полностью согласен с Леной, да. Одна из целей Дины Доминовой на проекте – научиться не скрывать свой диабет от окружающих. Например, если надо, то достать помпу или измерить сахар, несмотря на присутствие свидетелей. Ничто не должно мешать компенсации. Вот Динина стремление. Нет цели каждому первому встречному поперечному говорить «посмотрите, а у меня диабет». Ни в коем случае. Цель просто-напросто, когда задают конкретный вопрос, не боятся на него отвечать и все. Несмотря на то, что все-таки тема сахарного диабета, она популяризируется в настоящее время, и все, чем больше народа заболевает, а сейчас, к сожалению, заболевает очень много народа диабетом, тем больше информации просачивается. Массы, все равно есть люди, которые об этом не знают. И вот их реакция, она может быть неадекватной. Буквально вчера я вспоминала начало проекта, и настолько, насколько меня раньше это пугало, настолько сейчас мне все равно. Да, куча взглядов, да, куча глупых вопросов. Одна из самых веселых шуток, которые мне сказали, это заполни помп алкоголем, мы будешь сидеть, кайфовать. Ну, хорошо. К этому надо просто привыкнуть и не обращать внимания, даже если это иногда не так смешно, как они думают. Но в любом случае, просто не парят. И это самое классное ощущение для меня. Соответственно, отношения у нас могут быть с самим собой, взаимоотношения у нас могут быть с другими и с группами. Их много всякие, экономические, религиозные, эстетические, нравственные. Участникам было предложено поразмышлять над темой «Я, мой диабет и социум». Что происходит в этих отношениях? Хотелось бы, конечно, сказать, что да, в социуме слишком много тупых людей, и хотелось бы, чтобы их было поменьше. Но если говорить объективно, то я и социум, мы, в принципе, дружим, несмотря на мои особенности. И здесь очень важно донести до людей вообще, что такое диабет, что он, да, не заразен, не опасен и никак не мешает нормальной жизни. Я надеюсь, результатом проекта будет то, что мне в социуме будет комфортнее становиться. До этого я была так немного тщеславна, наверное, с немного завышенной самооценкой, считала себя какой-то более особенной. Сейчас реагирую спокойнее на все процессы вообще, которые в социуме происходят, и легче в него вписываюсь. Самое главное во всем этом, что те взаимоотношения, которые есть в нашей жизни, они либо нас усиливают, либо ослабляют. Все очень просто, да? И, собственно говоря, как в любом деле, достаточно полезно определиться с тем, какие все-таки отношения с вашей точки зрения, да, вот так вот сейчас подумать про свою жизнь, пять, семь, десять, может быть, минут в группах, да, и сделать такую карту отношений или сети, да, сейчас говорят, ну, сети взаимоотношений, то есть кто как с кем связан. Вот просто посмотреть количественно, кто те люди или группы, которые вас усиливают, а кто те люди или те группы, отношения с которыми вас ослабляют, уязвляют. Ставьте плюс, ставьте минус. То есть плюс – это то, что усиливает, да, помощь – это то, что делает вас мощнее, а минус – то, что вас ослабляет. Я вам предлагаю это делать вообще, ну, не только здесь и не только на тренинге, да. То есть это как один из инструментов просто понимать, какая у вас сейчас ситуация. И имеется ли возможность и стоит ли сделать таким образом, чтобы людей, которые делали вас сильнее и мощнее, взаимоотношений, которые бы вас делали, становилось побольше. Психолог проекта Василий Голубев применил в этом задании одну из форм нарративной практики. Включил в терапевтическую беседу внешних свидетелей. То есть участникам предстоит сейчас обсуждение личных переживаний не только один на один с экспертом, но и друг с другом. Кошмар какой. По поводу кошмаров мы обязательно поговорим. Смотрите, какая есть интересная закономерность. Разговаривая с другим человеком, какую-то тему. Ну, в общем, схожую тему. Потому что он другой, потому что он как-то по-другому думает. Другой по своему характеру, по своему жизненному опыту, по своим точкам зрения. Он всегда задаст вам вопрос. Тот, который вы себе не зададите. Потому что он другой. И в этом смысле вот такого рода работа, она важна и интересна. Потому что у вас есть привычные свои стили мышления, шаблоны, вы по ним мыслите. А другой человек вам всегда может показать ситуацию с другой стороны, хоть чуть-чуть. В этом смысл и задача такой работы. Итак, о чем вы хотите поговорить? Люди, которые меня ослабляют. Ну, смотри, у меня здесь довольно много бывших людей. То есть бывшая коллега, бывший научный руководитель, бывшая подруга. Люди, которые, ну, из меня, как я казалась, мне эмоционально жилу тянули. И смотри, у меня тут остаются два друга до сих пор, которые, ну, в основном, почему ослабляют ними жалуются? Постоянно жалуются, ничего толком с этим не делать. Итак, звенит звонок, завершаем. Поделитесь впечатлением, как для вас такая работа? Не знаю, структурирует. Вы делали когда-нибудь так, смотрели на свою жизнь, на свои отношения? Кто-то делал, кто-то нет. Да, и задумываешься, если человек качает энергию, почему он у тебя здесь еще до сих пор? Почему у меня вот этот человек вдруг попал в этот список, он до сих пор со мной и влияет на мою жизнь? Почему? Все равно у тебя пошло. Вот такой анализирующий, когда сам пригонишь каким-то таким другим, может быть, мыслям. А у меня вопрос, можно вот, например, с мужем меня вот это вот проводить? Это будет быть эффективно или нет? Конечно, будет. Нюра Шарикова поставила перед собой цель научиться жить без гипогликемии. Единственное, по ее словам, что омрачает их отношения с диабетом. С диабетом можно жить драйвово, можно жить с улыбкой, можно жить вообще классно, можно жить вообще заводить семьи, путешествовать, работать. Но чтобы это не кончалось, чтобы этот драйв в один момент не закончился, ты должен за собой следить. Есть такая расхожая фраза, с которой лично я достаточно серьезно согласен. Когда есть для чего, находится как. Может быть, вы не знаете сейчас, когда, но если это вам надо, вы найдете, как это сделать. Вот и все. Just do it. Просто сделай это. Просто попробуй. Моя цель – это быть полностью уверенной в завтрашней дне, быть уверенной в том, что я все знаю по своему здоровью. Вот если оценивать там по десятибалльной шкале твое мастерство в самоконтроле, то вот это начало проекта, а это сейчас. Как бы ты оценила? Начало проекта я оценила единицу. Ну, сейчас я бы, наверное, оценила бы в девять. Ух ты! В восемь-девять, где-то так. То есть, ну, это такая воинская позиция, да? Дисциплина, порядок. Да. То есть ты такой уже почти профессиональный воин. Ну, я… Ну, не профессиональный, конечно. Ну, нет предела совершенства. Честно говоря, знаете, была лентяйка. Ну, лентяйка я была, прям очень лентяйка. Следующий вопрос, который был задан участником проекта, звучал коротко, без дополнений. Чем вы недовольны? Ну, я, например, недоволен тем, что меня отобрали группу инвалидности, которая мне была поставлена с детства. Я был инвалидом с детства, и спустя больше десяти лет меня ее забрали и сказали, нет, ты уже больше не инвалид. Разумеется, мы не инвалиды на психологическом уровне, но элементарно на физическом уровне это очень серьезное аутоиммунное заболевание. Проблемы с инсулином часто возникают. То есть ты привыкаешь к одному виду инсулина, да, ты им пользуешься, и вдруг тебе ни с того ни с сего, извините, у нас нету. Выдают какой-то другой аналог. Аналог тоже, ты не знаешь, как он на тебя подействует. Плюс надо какое-то время, чтобы организм к нему привык. Ты не можешь пойти никуда, ни в общепит, ни в столовую, чтобы тебе была предоставлена информация по элементарно тому, сколько углеводов в той или иной пище. Как ты должен делать инсулин? Есть, конечно, вопросы, есть, конечно, проблемы, но, тем не менее, я очень рада, что государство сейчас тоже направлено на контакт, и в том числе установка бесплатных инсулиновых помп по квотам. Это мега-мега большой шаг вперед. Еще лет пять назад об этом даже невозможно было подумать, что когда-то эти помпы будут даваться бесплатно. Но я мало где слышала, что бы выдавали расходники. Диабет сейчас является нереально дорогим заболеванием. Выслушав участников, Василий Голубев предложил им воспользоваться одним из самых распространенных инструментов практической психологии – визуализации мышления. Считается, что этот инструмент при правильном исполнении способен помочь человеку разобраться с проблемами, ситуациями, явлениями и сложными вопросами. Итак, вы задаете себе вопрос. Что вообще происходит? Что меня не устраивает? Происходит некая ситуация, и вы как-то ее описываете. Происходит то-то, 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 то-то. Вы смотрите, и так, это вся моя жизнь. Куда я эту ситуацию могу расположить? Вот ситуация. Я думаю, что я ее могу сюда расположить. Это разновидность ментальной карты. Только мы ее не рисуем, а физически делаем. Ментальные карты – одна из техник визуализации мышления. Инструмент для анализа и управления мыслями. Их иногда так и называют – карты мыслей. Что мы сделали? Мы создали пространство вариантов. Это пространство вариантов, вот, находясь здесь, можно было создать? Нет. Мы находились только в этом. Нам нужно выйти из ситуации, и у нас появляется возможность вот к этому вот так относиться. Да? И мы можем исследовать не только мысленно, да? А мы можем попробовать вжиться. Встать вот в это. А, вот здесь будет вот так. Отсюда посмотреть так. Чтоб сюда прийти, отсюда, какие шаги я могу сделать? То есть смена позиций. Физически, буквально, в пространстве физическом. Вы намекаете, что мы знаем, на самом деле. Конечно, конечно. Просто у нас есть блоки какие-то. Обойти эти. Блоки. Блоки. Это практика внутренней работы. Практика работы с активным воображением. Потому что те способы, которые вы привыкли использовать, они не работают, они не генерят. Нужны другие. Разные методы работы с активным воображением. Есть такой способ. Ставите камеру. Представляете себе такого человека, которому вы доверяете. Ну, это может быть гипотетический человек. И все как на духу ему рассказываете. А потом это смотрите и анализируете. Как минимум вы сами можете посмотреть, уже не вовлекаясь в это. И с этой стороны, и с этой, и с этой. Современно у тебя есть такой вариант. Супруг ставит камеру, супруга ставит себе камеру. А, это посмотреть. И все это дело вместе, да. Так можно, да. Хорошо. Итак, мы с вами чего сделали? Мы с вами по сильной стороне прошли. Да? Угу. И одна из сильных сторон – это умение выходить из ситуации и смотреть. Угу. Двигаемся дальше. После того, как у меня произошла трагедия в жизни, я очень сильно опустила руки. И мне надо для ребенка как-то жить и, ну, как-то себя поддерживать. И когда у тебя есть возможность говорить об этом с такими же людьми, которые тебя абсолютно понимают, и как все себя ведут, поддерживают, ты чувствуешь в себе силы. И уже по-другому смотришь на все это. И что может быть все хорошо. Первые изменения Лена стала замечать спустя два месяца после старта проекта. Смена инсулино-продленного действия убрала ночные гипогликемии. Улучшились самочувствие, настроение. Если честно, я себя не узнаю. Я смотрю начало съемок, кастинг. Я себя вообще не узнаю. Я понимаю, что я изменилась. Я вообще стала другая. И в психологическом плане, и в физическом, и в плане диабета. Стало больше тренироваться. У меня добавился бег. Появился замечательный человек, который меня склонил на то, чтобы бегать через день по парку. И вот уже сначала по 6 километров, сейчас уже по 8 километров. И я чувствую себя лучше. Следующий вопрос. Что в себе нужно развивать еще? Еще развивать? Еще. Хорошо. Общая идея понятна? Смысл, как мне кажется, сводится к одному. Все в наших руках. И все. И то, что между ними. Здесь. Здесь, здесь. Теперь, практика работы с активным воображением. Каждый берет по листочку. Мы сейчас с вами будем рисовать ресурсный потенциал. Каждый будет рисовать свой ресурсный потенциал. В виде какого-то образа. Любого, который придет к вам в голову. Да, ваша задача. Какое-то время посмотреть в пол, в потолок. Еще куда-нибудь. И примерно прикинуть, на что это может быть ваш ресурсный потенциал. На что он похож. Это ваше видение. Это ваш образ. Этот образ, когда вы его нарисуете, его нужно будет как-то назвать. Дать ему имя какое-то. А потом нужно будет про этот образ с таким-то именем придумать какую-то историю и сюжет. Что мы с вами сейчас делаем. Он носит заблагорное название стори-теллинга. Стори-теллинг. В переводе с английского – сказительство. Разрешение конфликтных ситуаций. Улучшение отношений, памяти, повышение мотивации. Это лишь малая толика того, чего можно достичь, рассказывая истории, считают многие психологи. А в совокупности с визуализацией обрести мощный инструмент управления чем угодно. В плане ресурсного потенциала все просто. Мне кажется, что ты сам являешься своим собственным ресурсным потенциалом. Именно поэтому картинка характеризует мою жизнь до настоящего момента. То есть рождение, детство, юность, олицетворение. Ну и, соответственно, нынешний момент. В плане истории концовки нету, потому что концовки нету. Все только продолжается. По мной написано сценарием. Я позволю себе отклик. Здесь, ну вот, если поставить после Дины, ну такой, виртуальное знак равенства, то я бы его, это продолжил следующей фразой. Азм, езнь. Да, можно. Да, и в этом смысле всегда, во все времена считалось, что рождение человеком – это самое высшее благо, самое высшее достижение. И в этом смысле, смотрите, какая интересная штука, что, несмотря на то, что Дина говорит о том, что сейчас, в этом сейчас есть все. В общем, назвала ресурсный потенциал «Мировая библиотека». Если кто-то был и в Беларуси, в Минске, то видел вот этот вот огромный куб, шар, не помню, уже стеклянный, где много-много-много-много-много тысяч книг, миллионов книг. В общем, там хранятся знания всего мира, знания, опыт, история отношений. То есть все, что бы ни случалось, все истории уже до этого были прописаны. То есть ищи и найдешь. Ребят, ну не знаю, в общем, это самое. Тут архетипы просто выходят. Ресурсный потенциал. Значит, это девочка. Она выглядит как глаз, потому что я считаю, что глаз – это самое красивое, что есть в человеке. В общем, раньше у нее были слипшиеся ресницы, у нее были синяки под глазами, у нее было некрасивое платье, толстое она была в этом платье. И у нее все время внутри было, что она особенная. А потом она случайно совершенно увидела, что есть тоже другие особенные. Но чтобы стать такой особенной, нужно пройти путь. И она начала изучать, то есть какие-то знания себя вкладывать. Начала думать, что же не так, что происходит. Она становится вот такой. И понимает, что вот эти страшные глазки тоже хотят быть такими, как она. И что она своим примером может... Вот этот путь, который она проходила сама, был очень тяжелым. И она понимает, что она вот этим страшным глазкам может помочь побыстрее этот путь пройти над своим примером. Потому что только пример тебя самого может как-то помочь людям. Можно этот твой ресурсный образ назвать «прекрасные глазки»? Можно. Работаем. Ну, я тут нарисовал ракету, потому что мой ресурс всегда стремится лет. То есть я пытаюсь найти что-то новое, что-то более интересное и более полезное, чем было до этого. И максимально использовать. При этом название «Мы дети мира», потому что дороже, чем мир и любовь в этой жизни нет. Я тут нарисовал земной шар, и, естественно, я не смогу ни для земного шара ничего такого выдающего себе сделать. Но мне бы хотелось… Это древо мира, которое соединяет Землю и космос. Очень мощный ресурс. Это все то, что связывает небесное и земное. Такой ресурс еще. То есть ты можешь многое сделать. Ресурс мощный. И если хочется, то, значит, собственно говоря, я думаю, что что-то произойдет. Так, кто следующий? Давайте. Это довольный динозавр. Он ходит на работу по парку. Вот. И он довольный, в частности, потому что у него… Он ходит по парку на работу. И в парке деревьев много. Ему очень нравится зеленый цвет. Он такой весь зеленый сам. Вот. У него есть портфель. Там у него рабочие какие-то дела. И они у него все в порядке. Когда работали с этим образом, про него думали, а какое ощущение? Лето. Такая свежесть в воздух. Кайф? Да. Желание идти куда-то. Это один из аспектов ресурсности, достаточно серьезный. Да. Потому что вот этот динозавр, собственно говоря, довольный он или нет? Он динозавр. Вот. И то, что он доволен, это очень замечательно. Это королев. Почему он не король-лев? Почему он королев? Потому что есть королевство. В королевстве есть король-королева. Есть королев, который помогает королю и королеве. Он обеспечивает комфорт, скажем так, приятное существование во всех смыслах для короля и королевы. То есть решает какие-то проблемы, собирается силой, регулирует конфликты в королевстве. Для меня это символ решения каких-то задач, стоящих, может быть, и передо мной, и перед моей семьей. Это открытие очень скрытого аспекта королевской позиции. Очень круто. Очень круто. Во всем. Спасибо. Теперь смотрите, что я вам предлагаю. Во-первых, я предлагаю вам каждому это забрать с собой. Да? Сделать это таким образом, чтобы это было у вас перед глазами. В то время, когда вы бываете дома. И чтобы вы какое-то время, буквально небольшое, просто смотрели на это и помнили, что это отображение вашего ресурсного потенциала и что это отображение на самом деле с очень глубокими корнями. Это как такой способ просто себе напомнить об этом и на какое-то время обратить свое внимание через это изображение туда, в глубину себя, где, по большому счету, все ваши ресурсы и находятся. И дальше двигаться в своей жизни. Я прошу вас сейчас, буквально в двух-трех словах, отдать обратную связь. Что-то произошло важное, неважное, интересное, неинтересное, полезное, неполезное. Ну, какой-то отклик. Какой, посчитайте сами дать. Во-первых, я хочу сказать всем вам спасибо, что вы здесь со мной. А во-вторых, все случайности не случайны и все в жизни происходит не просто так. И да, я узнала, что я берегу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Как бы ты нас не делишь! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Все помнят, я говорила о том, что я планирую беременность и что я хочу разобраться в себе перед тем, как этот момент наступит. Я очень счастлива, что вы у нас все представлены! А-а-а-а-а-а! Поздравляем! О-о-о-о-о-о! Круто! Я напоминаю, что это проект Де Челлендж, где каждый участник бросает себе вызов. Я бросаю вызов своей лене. Мои нерешительности. Стать сильнее. Сделать себя лучше. И прийти к чему-то новому для себя. Встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»